Я не очень люблю вспоминать. Ты приврал, приукрасил, и пошло, и понравилось. А не все, как было, я могу рассказать. Что за намеки на что вот эти вот... Ну, вы понимаете, я не могу говорить, но мы знаем, кого мы имеем в виду. Я не могу клянчить, я не могу просить. Я не умею этого по сей день. Легче всего сказать, какой порядочный парень. Вот молодец, не мог просить. Тоже не совсем правда. Я не был уверен, что я это смогу. Как я уйду из этого театра? Куда? Вот в это вот, в эстраду, в эту вот. А здравствуйте, дорогие друзья, на улице идет дождь, а у нас идет концерт. Представляю то, что сыграли мы, что сыграли они. И понимаю, что это было бы так же пошло. Ваши дети от первого брака, у них другая фамилия, даже другое отчество. Да, это правда. Русский зритель это бы не принял никогда. Зритель всегда прав. Невероятно легко играть. Ну, невероятно. Это вот ты прыгнул с колокольни, но не упал. Я нашу Рашу сначала по личным мотивам, мы не очень ее воспринимали. У меня было ощущение, что моя жизнь кончилась. Меня больше никто не позовет ни в какой проект. И Голливуд у наших ног. Как же мы надрали. Блин, это не мой мир. Скажи, с кем ты, с какой стороны? Я с хорошими людьми. Это разговор навсегда. И я не могу этим пожертвовать. Мне это слишком трудно досталось. Это фраза, моя бабушка вас так любит. Я спрашиваю, а мама не очень? Сегодня, пока мы собирались, выставлялись, сказали, которые вас встречали, 25-летний, мы росли на городке. Я говорю, вы-то как на нем росли, не понимаю. Я тоже не понимаю, потому что они родились все там в 95-м, 98-м. Их родители подтягивали. Ну, наверное. Родители подтягивали. Мечтаю сняться в каком-нибудь сериале про 60-е, 70-е годы, где ты вынужден будешь курить все время. Сейчас же трудно кому-то представить, чтобы педагоги курили на лекциях у нас. А ваши времена курили на лекциях? Здрасте. Я поступил в институт в 1974 году. Что такое актерский факультет? На столах пепельница для педагога и баночки для студентов. Значит, то есть курит не только педагог, но и студенты. Ты садишься в обыкновенное купе и едешь в Питер, в купейном вагоне. И рядом человек может спросить, вы не возражаете, если я закурю? Даже если ты возражаешь, он все равно закурит Беломорканал. И зимой открывается вот эта форточка в купе. Курили все, дымили так. Ну и в самолетах же курили. В самолетах курили. И потом, когда появились некурящие места, ты садился на места курящие. И все, кто сидели вне курящих, они потом приходили. И самолет начинал лететь вот так. Потому что все стояли сзади, и все курили у тебя над головой. И один раз, когда мы в Америку летели на гастролях, я был поражен этой фразой. Внимание, наш самолет летает в воздушное пространство Соединенных Штатов Америки. Курение запрещено. И три часа нельзя было курить там или два. А когда вот сейчас такая, по сути, дискриминация курильщиков, вам в этом комфортно? Мне лично некомфортно, но я считаю, что это правильно. И то, что курить не модно, мне нравится. Это хорошо. Но то, что какие-то резервации и какие-то помойки должны быть выделены для тех, кто курит, тоже правильно. Потому что это тоже люди, которых вы много-много лет приучали курить. Я не могу видеть эти сигареты, заглюренные. Закурить можно перед смертью? Ему дают сигарету, и она затушеванная. Ну вы что, ребят? Вы чего? Вы обычно сколько? Вот если мы пишем интервью три часа, это раза три мы прервемся на покурить. В вашем случае два. Вот такой бонус. Юрий Николаевич, бывает у вас такое, что вы настолько испытываете трепет к своему визави, что у вас случается зажим, и вы можете быть не настолько хороши в своих проявлениях, как если бы вам было все равно. Зритель сканирует, когда артиста, он сканирует очень простые вещи. Ты же испытываешь только два подлинных чувства в кадре. Тебе либо нравится то, что ты делаешь, либо тебе не нравится. И это считывается моментально. Бывало такое, что мне не нравилось, когда я не совпадал с человеком, с которым мы общаемся. Я был сам себе неинтересен, я был банальным, становился в эти секунды повторяющимся. Ну, в результате, наверное, это было плохо. Я к тому, что вот иногда такой груз ответственности, либо долгожданный проект. В моем случае герои типа вас приходят на интервью, и я настолько начинаю суетиться и веду себя порой не так убедительно, как в тех случаях, когда я ничего особенного не жду. Но чувство повышенной ответственности вообще мешает в работе. Знаете, как на спектакль иногда ты думаешь, сегодня я проснусь утром, схожу в бассейн, поплаваю, потом очень слегка перекушу, и у меня премьера. И вот весь день подчинен этой мысли, этой премьере. И ты все время об этом думаешь, приходишь, и в результате. А вдруг у тебя день, заполненный какими-то делами, суетой, работой, не знаю, там, семейными какими-то обязательствами. И ты приезжаешь, еле успеваешь, залетаешь, тебя быстро гримируют, выходишь на сцену, и у тебя блестящий спектакль. А как так? Может, потому что ты прожил такой же день, как и те, кто пришли в этот зал, и вы совпали. Каждый же день спектакль разный. В отличие от кино, ты там плюнул в вечность и навсегда. И это сохранилось. Либо на диске жестком, либо на пленке. А в театре два дня подряд будешь играть спектакль, это будет два разных спектакля, потому что придут разные люди, потому что другой ты, другая погода, ну все другое. Другой контекст, что-то другое в стране произошло, неважно. Лучшее интервью с вашим участием, это где интервьюер вам не мешает, когда это в какой-то монолог превращается? Ни разу я не был инициатором того, чтобы пойти к кому-то на интервью. Я знаю категорию артистов, в основном это люди из шоу-бизнеса, которые планируют эти интервью. Я хожу по нескольким причинам. Первое, что существуют обязательства, связанные с проектом. Более того, может быть не все знают, но эти обязательства, они носят документальный характер. Это часть твоего актерского договора с компанией, в которой ты снимаешься, что в рамках рекламной раскрутки того или другого проекта, фильма или сериала, ты должен дать какие-то интервью, в которых не обязательно основным пунктом будет разговор об этом конкретном сериале. И разговор выходит на какие-то общие темы и становится просто еще одним хорошим или не очень хорошим интервью про тебя и про твое дело. Второе, ты идешь, когда тебе самому очень интересно. Ты же во время интервью чего-то сам про себя пытаешься понять, поскольку сволочизм актерского мозга заключается в том, что пока ты не начал говорить, ты не начал думать. Ты все время выдаешь. Ты все время на заводе. Ты все время на конвейере. Снимаешься, снимаешься. Интервью – поезд дальше не пойдет. Просьба освободить вагоны. И ты выходишь из вагона. И вот эта остановка – это и есть интервью. Это пауза, это пересадка. Когда между самолетами пять часов. Что-то ушло, а что-то еще не пришло. Этим ты уже прилетел и перекрестился. А в следующий он надо сесть, он должен взлететь. И вот это интервью – это вот эта пересадка. Когда ты предоставлен не только человеку, который берет у тебя интервью, а в идеале, когда этот человек существует для того, чтобы помочь тебе самому подумать. Когда ты в кино начинаешь сниматься после сорока лет, а там программа «Городок» возникла, когда тебе было 33, и ты был не просто не очень востребованным актером, ну а просто вот тотально невостребованным. И вдруг к тебе возникает этот интерес, и возникает вот это неадекватное желание общаться, а опыта общения еще нет. И ты вот это бесконечно говоришь, 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 и довешь интервью, потому что, ну, накопилось дефицит там, назовем это эффектом коллагривовый. Налили в скороварку воды, включили, поставили на газ, а клапан этот не стравили. И ее распирает, распирает эту скороварку, и если его не приоткрыть, просто взорвется. Я не очень люблю вспоминать. То есть я помню, все помню. Но жить прошлым и опираться только на него, только на те ценности. Я все равно знаю, что режиссера лучше Товстоногова нет на сегодняшний день в России. Я это знаю. Но мне интересны и другие люди. Мне интересны технологии, мне интересно, как все меняется, мне интересны цифровые технологии, мне интересно все, что связано с монтажом, мне интересно все, что связано с графикой. Носителями это являются люди, которые намного моложе меня. И я к ним иду. Мне с ними интересно. Есть такое воспоминание о воспоминании. То есть иногда мы так часто что-то рассказываем, что порой в это сами верим. А как оно было на самом деле? Это мой случай. Как появляется анекдот. Ты рассказал однажды смешную историю. И твоя актерская, сволочная, такая очень избирательная, острая память запомнила, что в этом месте смеялись. А этих два места было не смешных. Ну, смешная история. Вот очевидно смешная. И ты дальше начинаешь развивать именно эту часть, которая просто, по-русски говоря, является враньем. Говоря литературным языком, это фантазия, это сочинительство. Ты приврал, приукрасил. И пошло, и понравилось. Как появляется анекдот? Это же выкристаллизованный пересказ какой-то смешной мысли, которая огранена тысячами пересказов друг друга. Если это не авторский анекдот, рожденный там внутри КВН или какого-нибудь продакшена внутри Комеди-клаба. Не считая детства. Вот детство сохранено абсолютно. Когда я вспоминаю о городке, я очень хочу, чтобы помнили моего партнера. Потому что его нет. Потому что несправедливо жизнь распорядилась так, что он ушел 12 лет тому назад. А я знаю, что все быстро забывается. Особенно все, что связано с телевидением. Я уже рассказываю не как было, а как я хочу, чтобы думали, как было. А не все, как было, я могу рассказать. И вот эти редкие секунды, когда ты бываешь не просто искренним. Искренность – это не всегда что. Это иногда как. Вот есть такие штампы искренности. Вот он производит впечатление очень искреннего человека. Глаз, интонация и все остальное. А искренность – это еще и что ты сказал. Вот это соответствие тому, как было. И это не всегда воспринимается. Все, что происходит с памятью, время поэтизирует факты. Я рассказывал об этом. Я не могу забыть одну свою соседку, которая говорила. Я приводил этот пример много раз. Но он просто самый страшный и самый точный. Она была в лагере ребенком, в концентрационном лагере во время войны. И говорила, что был один такой хороший немец. Он такой хороший был охранник. Я вот никогда не забуду, как он мне яблоко дал, половинку. Потому что в ее жизни больше ничего хорошего не было в молодости. Ее детство украли. Оно было изуродовано. Но абсолютный фашист, отгрызший яблоко, ну что-то ему напомнило. Он бросил ей это яблоко, она съела. И это единственное хорошее, что было в ее детстве. И это хорошее вырастает в то, что и он хороший. Он был замечательный. Она уже придумала этого человека. Что, наверное, у него тоже дети. И в ней он видел этого ребенка. И так далее, и тому подобное. Это просто бросил яблоко. Вот как память работает. Но ведь часто же бывает, что на человека идеализирует прошлое. Даже вот городок. Почему для моих родителей, даже для меня, это такая теплая ностальгия. И проект идеализируем. И к вам относимся с таким огромным приятетом. Вы же вспоминаете хорошо, даже с походом, даже с бонусом каким-то. Не наоборот вспоминаете, что чем дальше, тем хуже. Есть такие проекты, не будем их называть, которые чем дальше будут называть. Это чудовищно. Это пошлятина. Это плохая эстрада. Это очень дурной вкус. Это вранье, в конце концов. Если холодным рассудком и таким трезвым взглядом очень внимательно вот так препарировать и посмотреть, вот сесть и смотреть эту передачу, я думаю, вы в ней найдете очень много слабых мест и минусов, и неудач. Но там есть одна общая штука. Очень важно, в каком времени вышла эта передача и насколько она это время зацепила. Насколько мы жили вместе с этим временем и с людьми вместе, которые это время переживали. Одна страна разрушилась, другая никак не может родиться, творится, бог знает что, очень тяжелое, страшное время 90-е. И в то же время появляются на этом фоне какие-то возможности абсолютно реализовать себя, по крайней мере рискнуть, по крайней мере попробовать. И те, у кого получается, их начинают заносить, они начинают покупать Мерседесы. Этих третируют бандиты, эти улетают за границу, эти скупают ваучеры. Вот это, наверное, и весь феномен этой передачи, что она стала как бы мостиком между прошлым и будущим. Одним из самых обсуждаемых и кассовых фильмов начала 2024 года вполне ожидаемо стал «Мастер и Маргарита». Отличный каст, невероятной красоты костюма и детально проработанная любовная линия. Если вы до сих пор не посмотрели картину, теперь это можно сделать дома. Согласитесь, в камерной обстановке есть своя прелесть. Можно возвращаться, изучать каждую деталь и обсуждать увиденное с близкими. 21 марта «Мастер и Маргарита» появился онлайн только в кинотеатре «Кион». Картина длится больше трех часов, поэтому домашний формат точно понравится многим. Лично я уже давно мечтаю пересмотреть фильм, чтобы еще раз во всех деталях рассмотреть наряды и украшения главных героев. Еще один классный вариант вечернего досуга «Поход в театр». Постановку «Мастера и Маргарита» можно найти во многих театрах, а билеты легко заказать в МТС Live. А еще это прекрасная возможность вернуться к оригиналу и перечитать самый знаменитый роман Михаила Булгакова. В строках от МТС можно послушать аудиокнигу в новой озвучке, чтобы с головой погрузиться в атмосферу романа Булгакова в сервисе МТС Travel доступен мистический номер в отеле Марка Пола на Патриарше. В общем, не банальных сценариев, как интересно провести время, хоть отбавляй. Смотрите новую экранизацию культового произведения онлайн эксклюзивно в кинотеатре «Кион» и погружайтесь в мистическую вселенную «Мастера и Маргариты» от МТС. Все подробности по ссылке в описании. В городке, при всем при том, что он был абсолютно продуктом своего времени, но не было какой-то чернухи и попытки зачеркнуть все, что было. Ну, то есть в этом все равно была какая-то доброта. Мы смеялись. Ведь на самом деле... А вот я вот часто думаю, а вот в чем была вот, так сказать, неоскорбительность? Этот юмор, он не был злым. Вольно мы не делали. Хотя у нас бывали, так, честно говоря, такие довольно жесткие и шутки. Во-первых, это делали люди, которые пожили. Во-вторых, это делали люди, которые пришли через большое количество беды, лично пережиты. Лично. Это делали люди не очень успешные. Это не делали люди, которые придумали этот проект для того, чтобы вот выплеснуться, реализоваться там, ну, максимально, пока есть возможность. А то, бог его знает, вдруг ее завтра не будет. Поэтому все так с перехлестом, чуть-чуть неадекватно. Такое ощущение вот, с такой словом «успеть» было очень важно. Потому что не было никаких гарантий, что это надолго. Успеть. Это Роберт Феликсович. Мой друг. Возможно, ваш будущий папа. Надежда Павловна, это не сочтите вот за наглость. Не что, спасибо. Чего ты делаешь? Зачем? Ну, вот, значит, зала у нас восемь с половиной метров. А вы что хотите? Вы знаете, если можно, я вот косил, кофу, кофу. Кофу, по-моему. Ну, а я, знаете, я водочки. Пейте, пожалуйста. И на самом деле, простая песенка и вот эта грустная интонация, потому что в этом маленьком формате, в хронометраже, этом коротком, вот как вот эту ностальгию выразить? Такое, что из детства идет. Что нас неплохо воспитали в той стране, с которой мы попрощались. Ну, неплохо. Как вот в это не плюнуть, это сохранить? И сегодняшнее не перечеркнуть, потому что мы же вечно проклинаем прошлое, боимся будущего и ненавидим настоящее. Но так жить нельзя. Можно улыбаться и грустить. А грусти-то там было 15-20 секунд. В конце лирическая часть. Финаля, да, и все. И почему-то эти 20 секунд и создали у людей такое ощущение вот этой теплоты, какой-то нежности и лиричности. Ах, как хочется вернуться, Ах, как хочется ворваться в городок. Титры могли длиться не дольше, вообще нескольких секунд. Поэтому от городка, от песни «Городок» осталось только вот что. Мы удлиняли проигрыш гитарный и заносили его на финальный сюжет максимально. Поэтому, когда люди шли, ну вот он и она, не знаю, он и он идут по дорожке и говорят, ну, как правило, финальный сюжет был не смешным, а таким грустным. И вот они идут и звучит, звучит, звучит. И дальше мы могли себе позволить только одну фразу. Ах, как хочется вернуться, Ах, как хочется ворваться в городок. Па-па-па-па-па-па-па. Копирайт. И вот этих 30 секунд хватало для того, чтобы создать эту атмосферу. По аналогии с интервью, есть разные типы интервью. Можно взять остро такое социальное, суперактуальное, записать разговор. И, возможно, наберет несколько миллионов просмотров. Но будут ли это интервью смотреть через год? Вот вы молодец. Извините, я вообще не прерываю. Вот вы молодец. Допустим, мы пересмотрим это интервью через 10 лет. Вы половину фамилии забудете, половину. Вы не поймете, что это за контекст? Что за намеки, на что вот эти вот... Ну, вы понимаете, я не могу говорить, но мы знаем, кого мы имеем в виду. Вот это все, а кого мы имеем в виду? Это забывается. Остросатирической передачей куклы, я ее сейчас смотрю, я вообще не понимаю, что происходит там. Я не помню, кто такой сосковец, я не помню этих имен. А городок, он и она на кухне, на улице метет дворник, они идут в магазин, возвращаются из магазина, и мы абсолютно идентифицируем это со временем, с собой. Там есть атмосфера, ну, как летопись какая-то человеческая, только какая-то душевная летопись, чувственная летопись прожитого куска жизни, небезразличная. Вот то же самое, наверное, с интервью. Встреча в концертной студии Останкина с Георгием Товстаноговым, с главным режиссером театра, в котором я работал. Она какая-то очень длинная, там, по-моему, часа два. Ничего лучше о театре за последние, не знаю, тридцать чем-то лет я не слышал. Потому что там очень человеческий разговор. Я уже не понимаю, эта перестройка началась, или эта перестройка заканчивается, или эта перестройка не началась. Но вот этот разговор навсегда. Вот тот, который там. Вот просто навсегда. И если вы, допустим, ходите в театр и знаете несколько модных фамилий, которые там у всех на слуху, в связи с какими-то скандальными, там, яркими, эпатажными, франдерскими постановками, послушайте Товстаногова. Он так про это все расскажет, и вы подумайте, господи, я же все это чувствовал, я просто не могла это сказать. У вас действительно сейчас серьезнейший ренессанс. Так было не всегда? Нет, большую часть жизни было не так. Это дико мотивационная история, потому что, ну, это история про то, что никогда не поздно. А не получается у нас какой-нибудь американской брошюры, как стать успешным? Городок начался, мы с Илюшей сделали эту передачу, когда ему было 33 года, а ему было 43. 43. И вот был бы такой человек, который все время что-то учил, стучался во все двери, бегал по киностудиям, приходил к ассистентам, говорили, я знаю, что вы снимаете такой-то фильм, я даже прочитал случайно сценарию одного из артистов нашего театра, это моя роль, поверьте, или посучать главному режиссеру, Георгий Александрович, вот, отец родной, вот на колени падаю, на колени падаю, моя роль, дайте сыграть. Тогда да, тогда, но не получилось, но ему не дали. А правда состоит в том, что невероятное количество тоски внутри, съедающей тебя изнутри, как будто в тебе третья рука живет и выжимает твое сердце, как лимон, при этом ты такой смазливый, кучерявый, неплохо одетый, очень благополучной внешностью, которая не предполагает вообще никаких душевных мук, у него там все в порядке, у него папа гинеколог в Одессе, профессор, мама директор, там все хорошо, ему это вообще не надо, посмотри, у него все есть. Я произвел впечатление очень благополучного человека. Почему вы маскировали эту свою тоску? А как я должен был? А я должен был ходить, жрать водку и показывать, что я такой непрекаянный, я такой Даль, я Есенин. У них это было органично, они иначе жить не могли, это люди, которые жили на разрыв. А для меня это было неорганично. Неорганично. Я валялся на диване и играл на гитаре все время и считал, что это стыдно постучать в кабинет главному режиссеру, стыдно сыграть чью-то не свою роль. Я не могу клянчить, я не могу просить, я не умею этого по сей день. И вот этот мой вечный ответ, ну просто мое время еще не пришло. Да это неуверенность была никакая, это никакая не мудрость, это никакое не правительство, это просто отмазка. Ну может там где-то в подкорке я надеялся, что что-то изменится, но что в пространстве говорило о том, что это изменится? Фраза только из Гамлета. Если мир тюрьма, то Дания идеальная. Вот когда изменилось время, тогда и то не потому, что я, а потому, что был человек, который на 10 лет старше меня. Я что ли это все инициировал? Я могу пахать, меня надо запрячь, на меня надо сшить хомут, надеть шоры правильные, правильно упряжь сделать эту всю и сказать, не-го, я тогда выше работы для меня не будет ничего, даже семья в те годы. Но если бы не появился Илья, если бы он не изменил мою жизнь и не стал бы главным мотиватором этой моей жизни, я бы так вот и мучился тем, что я ни черта не играю, не мог никого пойти попросить и не мог ничего доказать. А почему не мог? Легче всего сказать, какой порядочный парень, вот молодец, не мог просить, тоже не совсем правда, а потому что я не был уверен, что я это смогу. Я не был такой Саша Петров, Юра Борисов, я не был Ваней Янковским ни по таланту, ни почему. Вот всему свое время не был я таким в 20 чем-то лет. И если бы я попросил эту роль, я бы на нее абсолютно облажался, я бы ее завалил. Был ли я плохим артистом, это очень важный для меня вопрос, а был ли я плохим артистом, а потом в один день стал хорошим? Я тут только Товстоногов мог бы сейчас ответить на этот вопрос. Почему он вас не ставил? У меня есть какие-то ответы, но один из них вас удивит. Можно очень умничать, но вот человечески я могу понять один ответ, принять. Я тогда ушел из одной семьи в другую, будучи молодым актером. А Георгий Александрович Товстоногов воспитал двоих сыновей сам при живой жене, сам. И вот у него приходит молодой парень, который уходит из семьи, в которой есть двое детей. И тоже двое сыновей. И тоже двое сыновей. Мне почему-то кажется, что он грузин, он должен был меня возненавидеть за это. Я вот это могу принять, я могу это понять. Ну и при том, что я, может быть, и не такие уж сильные флюиды посылал там творческие, что прямо, как можно такого, такое чудо не занимать в спектакле. Но брали-то меня в театр с невероятными надеждами. А что меня брали? Что меня брали в лучший театр страны? Я его понимаю в этом. Вот человечески абсолютно понятно. Ну скажи, говно какое-то молодое тоже мне 22 года двоих детей родил и свалил. Влюбился он. Раз мы уже такой прям очень чувствительной темы коснулись, я буквально один вопрос хочу задать. В сети есть информация, что ваши дети от первого брака, у них другая фамилия, даже другое отчество. Да, это правда. И вы когда-нибудь пытались исправить эту ситуацию? Я не имею права об этом говорить. Это просто касается не меня, это касается другой семьи и других людей. Я несу за это ответственность. Хотя бы за это. Их очень хорошо воспитали. Их воспитал порядочный хороший человек. Они получили замечательное образование. И поэтому я не даю никаких комментариев, потому что это может затронуть другую семью, к которой я не имею отношения и не имею права в это лезть. Они не были несчастными детьми, с папой-алкоголиком или кем-то еще. Замечательный человек их воспитал и вырастил, и выкормил, и на ноги поставил. Но это не я. Вопрос, где искать модную и качественную обувь на эту весну, у меня закрыт. Я нашла все, что нужно в Аш. В новой коллекции собраны главные тренды этой весны и лета. Казаки база весеннего гардероба. Ношу их весной с платьями и джинсами. Мода на вестерн-эстетику не проходит, поэтому без ковбойской обуви актуального образа не заставить. Пока все сходят с ума по кроссовкам в стиле ретро, я остаюсь фанатом объемных пар. Эти белые идеал на каждый день сочетаются примерно со всем в гардеробе. Абсолютно универсальные. Как же хорошо, что мода больше не требует жертв. Влюблена в эти изящные босоножки на небольшом каблуке. Во-первых, они безумно удобные, а во-вторых, очень секси. А теперь самое приятное. По промокоду СТРИЛЕЦ для вас будет действовать скидка 20% на новую коллекцию и дополнительно 10% на распродажу. Все подробности оставлю в описании. У меня есть одна цитата, которая мне просто разорвала сердце. У меня есть очень хороший кардиохирург, знакомый. Разговаривал я как-то с Олегом Павловичем Табаковым. И он мне. Как, неужели вы играли в БДТ от Овстоногова? Я вас не помню. Странно, я запоминаю всех хороших артистов. Как же пришлось изворачиваться? Мол, видно, когда он смотрел спектакль, я болел, замена произошла. Страшно вспомнить, что я придумывал, стыдясь признаться. Да, я играл, а он меня и не заметил. Да. Многие даже такое произносить могут только в кабинете у психотерапевта или очень близким друзьям. А вы это произнесли в интервью, я это несколько раз перечитывала, думала, это какая-то запредельная степень откровенности. Ну, это правда. Он меня приглашал в МХТ дважды. Он предложил мне играть почти все его роли. Олег Павлович, ну, вся слава этих ролей. Вы уже все это сыграли. И каждый раз зритель, который будет приходить и смотреть программку, в которой будет написано Олег Табаков, а потом печатью, когда еще не переделывают программки, там будет так напечатано Ю Стоянов. И каждый раз он будет себя считать обманутым. Я все-таки не Табаков. Он был великий. Это был театральный деятель, фигура такого уровня. Как этот человек управлял этой машиной, этим театром. Как он его сделал самым популярным театром страны и самую звездную труппу собрал. Он, конечно, менеджер фантастический, при этом никогда не ставил спектакли в этом театре. И ассоциировался театр только с ним, а он не поставил внутри МХТ ни одного спектакля. И тогда он спросил, сынок, а ты вот играл там в БДТ? Я много чего смотрел. Я говорю, да, Олег Павлович, вот, например, как на всякого мудреца. Странно, не помню. Обычно я хороших артистов запоминаю. А что? Вы знаете, вот я рассказал эту историю, я могу много чего рассказать, но когда ты рассказываешь такие истории, как про Табакова в минуты успеха, это тебя не очень роняет. Мне было очень стыдно перед людьми, которых я подвел. Ну как же так? Тех, кто в вас верил. Ну конечно. Я уже забыл слова моего педагога, старик, очень все будет непросто. Посмотри на себя в зеркало. Что ты там видишь? Ну он имел в виду, что видишь такую смазливую, симпатичную физиономию. А я был, ну я тяготел к характерным ролям все равно, уже с института, не к героям, а к каким-то таким смешным людям всяким. Он говорил, терпи, если не сопьешься и сможешь набраться терпения, все произойдет, только сильно-сильно не скоро. Он мне просто рассказал мою жизнь, Владимир Наумович Левертов. Мне было так неловко перед родителями, перед друзьями. Им казалось тем, что у меня будет такая блестящая такая легкая, такая будет, такая дорожка будет, вот туда наверх, на Олимп. Я их всех обманул. И вот это, вот это меня убивало. Я вот, слово вы сказали, повезло, повезло-то нам по большому счету главным образом в том, что мы встретились друг с другом. А все остальное результат огромного труда. Ну, правда. Причем ваша встреча, она какая-то очень символичная. Даже то, что в один день родились, разница в 10 лет. Да и родились-то рядом-то, там расстояние сто с чем-то километров, Одесса, Кишинев, что там за расстояние. Но самое поразительное, ведь я совершенно не собирался и не видел каких-то профессиональных перспектив у этой дружбы. Совершенно. Я себе дружил с человеком симпатичным, очень смешным, очень таким вот в этой вечной губой. Если бы вы хоть один раз увидели его с бритыми усами, когда их не было, это беспомощная губа, когда смеялся, глазки узкие, слезы начинают течь. И при этом довольно молчаливого, не очень болтливого. Ну, такой вот мужик-мужик прямо, такой вот, вот такой, как в скрипаче на крыше и был такой персонаж один, такой мудрый, умный, добрый, немногословный еврей, такой эпический, библейский такой еврей просто, для меня Илюха. А он все время, как он увидел, что мы можем быть парой, почему он увидел, что мы можем быть парой, он же все время говорил абсолютно открыто, не стесняясь, не считая, что это как-то опускает его статусы. Он говорил, я не могу работать без пары, я вне пары, просто, я не вижу себя никак. Всегда говорил, то есть он находился в этом поиске всегда, партнера. Мы снимались, валяли дурака на какие-то любительскую камеру, а он, когда это все отсматривал, он отсматривал это все с этим прицелом. Да не думал я, почему я уйду, да, вот такой неуспешный, но всегда же надежда умирает последней. Как я уйду из этого театра, весь мир театр, все люди в нем, актеры, неси свой крест и веруй. Как я отсюда уйду? Как я уйду? Как? Куда? Вот в эту вот, в эстраду в эту вот, из Вологды в Керчь? А здравствуйте, такие друзья, на улице идет дождь, а у нас идет концерт. Вот что я буду делать там? Я вот тут пересматривала любимые скетчи. Можем же мы скетчами это называть? Ну да, хотя мы этого слова тогда не знали. А как тогда это называлось? История. Некоторые темы, ну это абсолютно вот такие для 90-х, начало нулевых, резонансные, порой даже опасные темы. Опасные, когда сейчас смотришь. Это вы сегодняшнее читаете, а тогда это было, ну не было у нас ощущения, что это... Ну что в 90-е было можно все, творили вообще все, что хотели. У вас, видимо, была какая-то самая цензура, потому что какие-то даже очень сложные темы вы делали без пошлости. Например, секс по телефону. Да это я сейчас глаз на это место натянутый, козел ты старый. Что он натянутый? Это мой клиент, я же секс по телефону. Раз, это я. Твоя дикая рысь. Я вас очень прошу, пожалуйста, еще раз про вот глаз на это место. Мне кажется, что самоцензура это что-то, что страшнее, чем цензура. Цензура это когда вам не разрешили. Это когда вам запретили. Они. А самоцензура они вам еще не запретили, а вы уже сами себе на хвост наступили. Вы уже сами себе сказали нельзя. Самоцензура разрушает художника. Высшее мастерство это вообще пройти по проволочке. Это же такое вечное балансирование между пикантным и пошлым. Вот лучше быть на стороне пикантного. Вот сюда шест вот так держать. Это вкус. Но вкус это же тоже чувство меры в том числе. Да, чувство меры. А пошлость это когда чувство меры нет. От степени талантливости произносящего какую-то шутку человека тоже очень многое зависит. Я смотрел какие-то передачи, которые ассоциируются у нас там со словом пошлость, допустим. и подумал вот я слышу их материал вот просто произносимый текст вот клянусь вам вот я понял а мы бы могли это сыграть и наоборот представляю то что сыграли мы что сыграли они и понимаю что это было бы так же пошло как все что делают пошло они там от таланта я не говорю что мы там очень талантливые но очень многое зависит потому что пошло это как правило то что очень скучно и бездарно меня ненормативность в юморе не могу сказать что прямо отталкивает безумно потому что ну не надо быть ханжой я говорю на этом языке Юр ты сам сначала заткнись а потом если ты на съемках говоришь на этом языке как правило ты как реагируешь на то что ребята а если этот прибор еще раз мне на голову упадет вот этот вот ваш хоть он и надутый гелем вот как вы думаете я это говорю я употребляю какие-то связующие фразы ну честно да ну честно да ну че я другим буду рот затыкать но в то же время я знаю программы в которых меня это раздражает потому что я вижу что мат там не является эмоциональной характеристикой весь рейтинг и все остальное на мате вот это меня может раздражать бесконечно но опять же комедийный талант это про что что есть органика вот я например расскажу самый смешной анекдот и он будет не смешным вот мне это не дано вот ну нет у меня этого таланта а вы можете не смешной рассказать так что все ухохочутся у меня сейчас тяжелое положение представляет вдруг меня сейчас попросят анекдоты о тех правилах ни одного не могу вспомнить начало перестройки вот такие первые ростки как бы свободы говорения они были в том что появились сборники анекдотов в бесконечном количестве в бесконечном количестве и кстати программа городок без ссылок я был счастлив мне было плевать на эти авторские права что очень часто из городка в рубрике анекдоты в газетах и где-то перепечатывались наши шутки выбор квартиры дело непростое важна каждая деталь расположение архитектура зоны отдыха экология найти это в одном проекте большая удача яркий пример жилой комплекс Сидной Сити на северо-западе Москвы квартал расположен на первой береговой линии Шелепихинской набережной из панорамных окон открывается невероятный вид на Москва-реку внутри удобные дворы без машин собственный парк с променадом и выходом к воде Сидной Сити один из первых в Москве жилых комплексов в концепции well-being и заботой о вашем благополучии вокруг много парков и городских активностей рядом деловой центр Москва-сити Твилевский парк в 10 минутах езды на автомобиле в пешей доступности строится станция метро Звенигородская речные прогулки еще один вариант отдыха и проезда без пробок на круглогодичном трамвайчике при свободной планировке можно с нуля создать квартиру мечты помимо классических есть необычные форматы пентхаусы и двухуровневые квартиры жилой комплекс Сидной Сити предлагает готовые и еще строящиеся корпуса при покупке готовой квартиры по акции живите сейчас платите потом в Сидной Сити вам не нужно платить за аренду чужой жилплощади ежемесячный платеж равен или меньше арендной платы это очень выгодная инвестиция в собственную квартиру подробнее о проекте Сидной Сити читайте по ссылке в описании БДТ был сложным для вашей самооценки но зарядил вас идеями несыгранными так скажем ролями на городок я очень благодарен этому времени потому что все что я умею вот как ни странно можно было играть это был огромный опыт такой профессиональный менять роли и самое страшное я бы в это втянулся и успокоился и мне бы было хорошо внутри этой истории я бы не сделал этот шаг в девяносто пятом году не ушел бы из театра вот это получил бы заслуженного артиста и все эта школа невероятная невероятная школа несыгранных ролей назовем ее так есть какое-то количество очень благополучных по судьбе артистов которые могут невероятно тонко и искренне сыграть какую-то несостоявшуюся жизнь какого-то очень несчастного человека это от таланта зависит просто кто-то талантом а кому-то надо это нажить биографией я наверное биографией у вас огромная галерея женских образов больше трех тысяч в одном городке и по сути сейчас ваш новый проект артист с большой дороги это такой омаж дань уважения городку в каком-то смысле и нам всем фанатам городка этот проект конечно как бальзам на сердце здравствуйте я няня из агентства я окончила курсы социализации ребенка в современном мире имею соответствующий сертификат а у меня дома есть тостер ну это раз уж мы заговорили о бесполезных вещах это же опять тоже роль которую писали специально под вас я даже не знаю под кого еще это можно было писать под Дастина Хоффмана под Олега Табакова вот вы продолжаете традицию вот этих легендарных переодевалок или в джазе только девушки когда роль эту писали под вас вас не пугало то что ну снова переодевалки не просто для какого-то короткого скетча сильно пугало да сильно пугало по одной простой причине потому что одно дело сыграть это в коротенькой истории там в короткометражке в скетче а это уже кино для меня самый большой комплимент когда там мелкая невероятно смешная талантливая девчонка она меня называла то как женщину то как мужчину она путалась то есть значит она поверила а там же история не про переодевание там это вот вот это очень важный момент это история про то что не было другого варианта у этого человека не было выхода ему нужно попасть вот в этот дом в этот дом слава богу они его никогда не видели потому что у нас с Уильямсом с тем сериалом есть для меня вопрос один как так подожди как это к собственным детям явиться в женском первое я откинул просьбу говорить женским голосом сразу и это было очень круто и сразу откинул добрый день здравствуйте ооо я ваша няня очень приятно меня зовут т т т т добрый день очень приятно я ваша няня иначе карикатурно было бы да и не выдержал бы сериал этого способа там тоже есть лирические да дальше все спойлеры пойдут да там даже моя песня звучит вот так которую на гитаре я пою это мой очень старый романс который я любил много лет назад написанный два плаща и вдруг он здесь лег и спеть от женского лица я говорю ребята как ты как же я буду петь как женщина ну играть то ладно и ничего вот я этому мальчику пою этот романс два плаща красивая и молодая кожа после сорока абсолютно реальная история вернуть сияние и тонус в домашних условиях можно в кратчайшие сроки если подобрать правильный уход очень классная главное работающая антивозрастная линейка представлена у корейского бренда маньё бьюти средства из серии в коллаген нереально крутые они питают восстанавливают защитный барьер разглаживают морщины и корректируют несовершенство в линию вошли три универсальных продукта сыворотка крем и удобный стик идеальная комбо для ежедневного ухода сыворотка в коллаген коллаген супер действенное средство в борьбе с тусклым цветом с сухостью и мимическими морщинами активный ингредиент в составе растительный коллаген стимулирует выработку эластина выравнивает тон и возвращает упругость масло дамасской розы классно смягчает кожу сияющая бархатистая она радует естественной красотой и не нуждается в дополнительных фильтрах идеальное дополнение к сыворотке крем для лица с коллагеном и неоцинамидом в составе он гениально питает кожу корректирует глубокие морщины а заодно тонизирует повышает упругость и эластичность но самое главное после нанесения не намека на жирный блеск что особенно актуально в теплое время года поэтому крем вполне может заменить базу под макияж в преддверии отпускного сезона настоящая находка для дорожной косметички удобный стик для ухода за сухой кожей на деле это мультифункциональное средство на основе масла дамасской розы его можно наносить на проблемные участки использовать как бальзам для губ и даже как хайлайтер продукт красиво подсвечивает скулы и придает коже естественное сияние здорово что стик очень компактный поэтому его удобно носить в сумке и брать с собой в путешествие в период межсезонья важно подобрать грамотный домашний уход с акцентом на интенсивное питание и увлажнение кожи средство из линии в коллаген от маньо мое любимое открытие попробуйте его и увидите эффект не заставит себя долго ждать промокод на скидку и ссылку прикрепила в описании какой-то скачок произошел буквально за последние несколько лет какой-то качественный материал вот именно на платформах именно на платформах здесь я играю только одну женщину естественно одну но вот будет еще проект который сейчас тоже канал россия мы вот только сняли сейчас завершающий вот последние дни съемочные я не знаю как он будет три названия рабочие названия самозанятые там мы играем пару с Ирой Розановой мужа и жену мужа увольняют и в каждой серии они пытаются создать некий бизнес и в каждой серии ничего у них не получается вот там я сыграл значительно больше женщин но это такая попытка соединить сериал со скетчкомом каждый раз мне жена говорит пожалуйста только не рассказывай как это замечательно говори лучше как это плохо потому что как только я влюбляюсь мне начинает это жутко нравиться я говорю по-моему просто я несколько раз очень так пролетал не буду говорить когда ну сильно пролетел а вот про вампиров средней полосы основой вот здесь успеха была мощность этой группы и то что это был такой вот и для продакшена и для них такой знаковый проект вот отношение к проекту было общее такое очень серьезное все деньги в кадре ну которые выделили вот это было видно что бюджет серьезно они все там но вот такого что прямо это будет такой прям знаковый такой крутой сериал я начал понимать когда стал смотреть кусочки материала я редко подхожу на плейбэк и очень редко смотрю что я сыграл ну не хочу потому что я тогда начинаю зависеть от того что там допустим получилось или не получилось начну эксплуатировать вот то что мне понравилось поэтому я не смотрю как правило я верю режиссеру есть человек для этого чего я буду лезть в чужое дело но вот где-то с середины наверное первого сезона ну там сложная же история очень драматическая как это снималось сначала пилот потом два полтора года прошло потом еще потом история с Мишей Ефремовым потом опять я сначала я потом опять я потом потом перезапуск это вот такой многострадальная вообще история это с вампирами но где-то к середине к концу первого сезона съемочного я почувствовал что в ней есть такой потенциал такой народной любимой истории здравия здравия будь твою мать не обижают вот здесь а ты мой мальчик а модный какой для тебя участие в этом проекте все жизнь поделилась надо и после безусловно когда это происходит с тобой ты немножко не отдаешь себе отчет и я счастлив еще раз и скажу это еще раз говорят что это твой крестный отец в профессии там была работа уже я ему сказал смотри старик поскольку ты артист в огромной степени вот интуитивный народный вот так пришедший в профессию пусть с эстрады неважно из своего рэпа откуда угодно где ты там читаешь есть какие-то профессиональные вещи я тебя не буду в них погружать ты просто приготовься к тому что я буду грубым жестким вот таким как мой персонаж потому что если мы будем делить жизнь на до кадра и в кадре и после кадра в этом будет какая-то специальность ты еще не профессиональный артист ты не можешь включиться в одну секунду ты будешь искренне переживать почему он меня нахамил почему он мне дал подзатыльник почему пойми потому что мы не будем наши отношения делить на наши отношения с тобой в актерском вагончике до кадра за кадром и на наши отношения в кадре вот я к тебе буду относиться так как к тебе относится мой персонаж чтобы это было по-честному и конечно наверное это немножко шокирует поздравляю спасибо вот и открылась твоя сверхспособность ты дегенерат каких свет не видывал пойду я пройдусь по делам а ты бельишко да гладь залушок я с ним общался как с партнером так же как с ним общается дед Слава с этим внуком своим это наверное было ему тяжело но зато в кадре есть правда вы можете назвать какую-нибудь премию какие-нибудь награды какой-нибудь фестиваль в котором бы этот проект был отмечен единственное я получил там лучшая мужская роль веб индустрии потому что там молодые а так он нигде не отмечен что интересно знаете вообще жанр не российский вот эти вот все триллеры фэнтези уникальность этой истории что стала абсолютно русская она даже какой-то гоголевщины чуть попали здесь потрясающее название я считаю наверное от гоголя здесь очень много и здесь есть немножко салтыкова щедрина только такого салтыкова щедрина нежного и веселого потому что салтыков щедрина очень жесткий там и суховы кобылин все наши сатирики там российские но это уникальная история и конечно очень авторская история вы как-то сказали в одном из интервью то что юмор в этом сериале не эстрадный репризный а тонкий бытовой от органики героев да очень выписанный сериал это очень хорошая драматургия он вообще самоиграбельный и роль тебя ведет ну что вы хотели мне сказать ну что вы хотели сказать Федор Иванович прощайте ой самодеятельность вот здесь роли я считаю что очень легкие невероятно легко играть ну невероятно это вот ты прыгнул с колокольни но не упал полетел но это же правда что под вас писали правда да вот то что он сделал там это молодец большое будущее у Глеба да если будет учиться уже совершенно невозможно и представить чтобы он пошел в театральный институт у него есть уже статус у него есть довольно приличная ставка гонорар он отвечает и обеспечивает большую семью в которой он главный его семью которая его вырастила мама братья сестры большая семья у них и он не может себе это позволить уже как мужик не потому что он боится расстаться с чем-то он бы легко поэтому его путь это такое заочное постижение этой профессии с помощью каких-то педагогов и моей в том числе вот мой самый главный педагог комический образ женский мужчине создать легче чем женщине да правда абсолютно конечно легче а вы прежде чем в городке ну сделать это своим таким фирменным стилем можно сказать фирменным почерком не было бы счастья да не счастье помогло это производственная необходимость именно производственная авторский юмор появился в городке по-моему с конца девяносто шестого года вот точно могу похвастаться что мы одни из первых создали то что сейчас называется авторский продакшн мы поняли что нужна постоянная группа авторов что они должны быть из квена они были талантливее чем их старшие коллеги которые приносили нам эти эстрадные юморески то есть вы до комедии почувствовали где надо брать кадры лет за десять наверное до этого анекдотный юмор он и она а кто она один с усами второй без очень просто все почему ты закрыла левую половину своего лица ведь она у тебя намного прекраснее чем правая о брутто о робин драмат моего тагора смотри же звезда очей моих что у тебя с глазом просто я наконец-то нашла мужчину который умеет добиваться своего но он же сделал тебе больно о нет нога любимого не может сделать больно я всегда испытывал дикую неловкость от этого до того как это надо сделать в тот момент когда ты входишь в кадр это уже профессия это просто еще одна роль я был изначально вынужден это делать очень не любил особенно момент этот переодевания мне очень ломал в этом не было никакого но ну извините я буду вещи называть своими именами там трансвестизма там реализации каких-то своих латентных потаенных проблем которые нельзя озвучить и вот наконец-то я играю женщину это была бы патология русский зритель это бы не принял никогда ну никогда ну интуитивно не формулируя зритель всегда прав он всегда очень точно вкусно он не всегда spectrum но зрителю надо верить вот это people хавает вот это я все ненавижу вот это пренебрежительное отношение к зрителю что он разный что есть вот мой зритель какой твой зритель есть зритель и его очень тяжело обмануть очень тяжело обмануть и если он это принимал значит в этом ну давайте я совсем грубо скажу патологии не было никакой или говоря сегодняшним языком то что так волнует некоторых общественников лгбтшной истории не было никогда было ощущение что вы все с первого дубля писали но не с десятого точно вообще 10 дубль это не про городок двух мужиков играем например мы просто брали менялись ролями быстро переодевались это внешне всегда казалось что один маленький и толстенький а второй худой и длинный а у нас размер то одинаковый был да что да обувь 43 брюки 52 54 у меня вверх больше я пошире здесь в плечах был всегда илюха чуть чуть выше не на так уж намного вы тоже адепт этой теории что в юмор высшей пробы это всегда такой немножко драмеди как чаплин как мими но как вот вот для меня откуда драмеди у нас не было этого слова у нас придумала начальство когда-то эту формулировку лирическая комедия когда не знали в какое жанровое прокрустного ложа засунуть фильмы например данелий вот что это вроде и смешно и грустно и очень грустно и не смешно и история реальная и беда человеческая мими но эта история грустная очень очень грустная про человека про грузина небогатого который в москве должен держать этот грузинский статус и соответствовать этому расхожему представлению о таком княжестве таком грузинском и начинается эта сцена танцев и всего остального гостиница денег-то 0 а человеке который летает на вертолете мечтает о небе а его несчастные сестре его племянники мальчики который растет без отца довольно грустная история в которой очень много смешного но очень точного и потому что это точно это смешно как и в лучших рязановских фильмах чарли чаплин если сейчас смотреть мне это даже скорее грустно чем смешно чарли чаплин человек который придумал кинематограф чарли чаплин вообще человек который создал кино с моей точки зрения во первых но при том что это гениальные артисты для меня номер один по-прежнему он еще и потрясающий композитор замечательный режиссер и монтажер в том числе он просто создавал это искусство чаплин человек который открыл законы юмора в кино и он их очень просто сформулировал жизнь когда смотришь на нее издалека это комедия а на крупном плане это трагедия и зритель сначала ржет а потом сочувствует жизнь какая это мальчик который в 12 лет еще не умел читать и писать потому что не было образования это мальчик мама которого сошла с ума от голода уровень жизни представьте от голода мальчик который гастролировал с бродячими трупами потом попал в америку и стал самым высокооплачиваемым актером своего времени но он прошел через такое количество беды и горя что это комедийный персонаж чья биография перешла в биографию персонажа рассмешить зрители сложнее ну все зависит от качества юмора конечно но я много раз говорил что спросить любого трагедийного актера трагического какие места в своей роли он ценит больше всего любой он ценит те места когда он заставил зрителя улыбнуться и рассмеяться они самые тяжелые я думаю большинство моих коллег и так если искренне положил руку на сердце согласятся с этим почему комедии редко номинируют на оскар сейчас хочу вспомнить какие были номинированы ну потому что это такая странная премия особенно в последнее время оскар там очень много от политики стало вот каких-то веяних сегодняшних гендерные вещи пошли в последнее время чаплину то визу выдали на то время чтобы дать ему за вклад в в кинематограф оскара ему выдали визу на несколько дней он же не въездной был в америку не въездной лишенный гражданства человек был американского и пожилой седой человек стоял перед этим залом уже за 70 лет сильно 12 минут овации да я не вру 12 минут стоящий зал аплодировал человеку который создал кино в этой стране для того чтобы через несколько дней сел и улетел самолетом потому что больше ему въезд в америку не разрешил так что тут с оскаром и с америкой все непросто я думаю там ценились какие-то социальные прорывы еще что-нибудь такое вот очень важное а комедия как бы да это развлечение хотя развлечением является любое кино только она может быть тяжелым грустным каким угодно но она все равно в той или иной степени развлекает хотя перед вами сидит человек который сказать юрий николаевич что вы смотрите в последнюю очередь я скажу комедию а почему кстати я читала об этом что я не знаю ну я не фанат потому что есть какая-то в этом заданность вот когда драмеди идет история в которой присутствует жизнь но в ней много юмора это одно дело а когда вот эта заданность жанровая вот это написано определение комедия это да так сейчас меня будут шутить сейчас мне смешить начнут сейчас я должен буду смеяться вот эта предсказуемость она меня убивает ну может быть вы понимаете как это сделано вы же видите да нет я как раз зритель то хороший очень меня очень легко потащить на тома не расклад я крючок глотаю без наживки вообще а что касается ситкомов например наш наш не ну в нашей раше было очень много смешного я нашу раше сначала по личным мотивам мы не очень ее воспринимали я объясню почему а кто-то нам подсунул интервью по моему там мишка галустян что-то он сказал городок это отстой смотрите нашу раше это город он точно это говорил куда я знаю я говорю как это вот было по факту может и не говорил никогда вот не буду камень бросать в человека может нам так сказали что он где-то это сказал и я сейчас не могу вот восстановить может у него был там синдром может его там до синдром был такой занесло человека да а илюша которому уже было за 60 который жизнь на это положил тоже сказал не прощу мы как-то так не очень смотрели но там было очень много смешного но little britain да наша раша литл брида же формат английский он жестче намного вот эту жесткость они пытались в рамках проходимости того что можно взять там было очень много смешного да было конечно вот но я ситком и не очень бывало такое что вот выходил какой-то проект с вашим участием и вам потом за него даже как-то стыдно не просто стыдно как говорил шукшин в пьесе энергичные люди мама ради меня обратно и у меня это гипертрофическое чувство провала и стыда у меня был случай такой была одна работа и на которой я очень надежды возлагал вот мне дураку показалось я чувствовал что там все не но у меня было все время была какая-то надежда что может быть я вытяну это с режиссером проблемы с оператором с материалом у меня было все какие-то надежды может евро чудо произойдет может ты за счет каких-то вещей это вытянешь вот я сижу в зале чем не стоило это досмотреть у меня было ощущение что моя жизнь кончилась у меня больше никто не позовет ни в какой проект никогда что я себя опозорил я запятнал свою профессию свою репутацию продался за деньги не знаю зачем я это сделал мне правда понравилась роль сама роль и даже честная идея роли я выскочил из этого зала я ходил к каким-то меня никто не видел а вот потому что я знаю эти комплименты вот старик ну достойно вот ужас не но ты поверь ты там это такой сомнительный комплимент как дайте когда заканчивается премьера в театре и люди идут артисты этого же театра которые только что посмотрели и они заходят за кулисы им надо что-то тебе сказать и кто-то проходит мимо закашлялся да в конце первого акта да я заметил да и проходит мимо на премьере я думал что все но у меня вот такой вот гипертопия мы не можем называть этот проект нет нет я не называю я такой позор пережил ну потому что вот не надо надеяться вот надо вот во первых вычитать сценарий в первой до последней строчки вот и до во вторых прогуглить все что можно выяснить про этого режиссера все все что можно а если он только начинает ну когда-то же и шукшин начинал и михалков когда-то начинал всему всех же была первая картина как ты поймешь что вот это его первая картина и он обослется вы извините за выражение облажается по полной программе как и ты это начинаешь понимать уже только на второй съемочный день что прервать на тебя все это построили ради тебя это все устроили этот проект но вы не про гитлер капу сейчас говорить да нет это идиотство было дурака валяния абсолютная абсолютно принято критиковать а я вам скажу почему значит гитлер капут это фильм период когда я очень мало снимался крайне редко там раз в несколько лет и это было такое такое идиотство что ли абсолютная дурака валяния но иногда же слушать мы рассказываем друг другу не всегда приличные анекдоты все просто зависит от компании просто здесь компании была вся страна я думаю о по поедем во львов ребята такие пашка деревянка буду играть гиблера сыграю его смешно думаю я ищет чаще тоже его смешно сыграл речь о фильме в целом ну слушайте вот так все было там вроде так изобретательно прикольно ну паша был у меня на интервью и сказал что на премьере покрылся холодным потом да не один он он говорит я хотел сбежать я хотел куда-то деться провалива вы бы знали как он старался какая была тяжелая роль него вот так самоотверженно работал я думаю боже 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 я хоть дурака валяю а пашка так серьезно играет умница да вот молодец вот он артист вот молодец ну что делать вот это то что назвала когда-то фаина раневская съемки в кино плевком вечность два дня поснимался а потом тебе всю жизнь упоминают это правда что когда михалков позвонил вам пригласить фильм 12 вы не поверили что это звонит он и послали до голос был не очень похож правда позвонил какой-то человек виталия привет это михалков ну с какого боку я на даче поздно вечером вас тогда особо-то никто не снимал вообще никто не снимал ну вот это было там что-то гитлер капут тогда что-то такое нет и вдруг звонок это михалков с какого боку михалков ну я сказал он пошел все и положил трубку он перезвать это серьезный михалков заставил его спеть я шагаю по москве спел он спел он еще сказал могу еще шмеля господи простите ради бога никита сергеевич у меня причина следственная связь нарушилась этот его звонок был не предложение сняться в фильме этот его звонок был предложение провести полностью церемонию золотого орла вот у меня вот вот где правда да как рассказываешь или как было а уже чуть позже после того как мы провели вот так как мы провели этого золотого орла он мне предложил сыграть более кинематографично звучит первоначальная версия что он звонит сам михалков зовет вас и зовет сняться в кино на самом деле он позвал провести церемонию золотого орла до на которой я не пьющий человек надрался так вообще но я не пью а там мы с илюхой мы сыграли где-то в общей сложности по пять персонажей самых разных там исторические там женщин мужчин и далеко бегать надо было из первого павильона чтобы быстро переодеться перегримироваться иногда на это было несколько полторы минуты и мы устали безумно жутко вымотались голодные на нервике на на безумном и вдруг вот в такой как эта библиотека чудесная подошел никита сейчас к вам подойдет милош форман ребятки смотрите не обосритесь отчасти как милош форман величайший режиссер в истории кино к нам подойдет он подходит и на хорошем русском языке милош форман говорит вы знаете я с таким чешским акцентом уже чех я очень люблю юмор я очень слежу в америке за юмором у нас много замечательных артистов много великих комедийных артист но такой пары как вы нет я вас обязательно запомню и отошел молча в сторону и с фразой жизнь удалась и в общем ради чего дальше работать уже не важно и голливуду наших ног закуски мало как же мы надрали еще не пьющий и бедная моя лена посадила меня в эту нашу машину я сел справа спросил где руль она сказала мы еще не в англии сэр руль пока слева я стал требовать я рассказывал об этом сто раз требовать отвезти меня в гитис она где зачем тебе гитис я хочу посылать бюстаниславского куда-то приезжаем что это гитис какой высокий заходим я что это ведь лифт в гитис нет лифта ангет уже построили и мы куда-то поднимаемся входим в какую-то квартиру она открывает дверь туалета я вижу унитазе гитис сэр ну и дальше а почему кстати вы не пьете курить его довольно много как моя мама говорила мне всегда юрочка лучше бы ты пил в россии очень важно подчеркнуть что я не в завязке они пью разное не пью если день рождения или новый год я с удовольствием выпьют даже 100 граммов виски но кличка у меня была юра 100 грамм так мне называет мой товарищ один то есть это предел того что я могу выпить ну раз в месяц вас быстро уносят и не 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 хочу не не вкусно я вырос семье где запрета не было никакого на на это потому что болгарская семья была бабушка дедушка дяди тети папа все болгары этнические и это вино очень плохое очень потому что одесский виноград это не французский виноград и даже не болгарский в одессе не тот климат там вино такое кислое я помню это розовый лидия изабелла какой там она всегда стояла в этих графинах я говорил бабушка дай воды она не хочешь выпивена никогда это не было запретом попробую гадость поэтому алкоголика ни одного не был в семье тоже не было этого табу вот про сигареты не только попробую да да вот результат как в гитис поступил так и понеслось это правда что после увольнения из бдт вы приезжали на чужой иномарке ко входу не так я знал что я уйду из бдт я знал что я буду уходить из театра илюха мне тогда сказал он меня уговорил это второй важный поступок который сделал тоже благодаря им пришел на телевидение с ним и ушел из театра он говорил театр начинается с вешалки юрик но кончается заявлением об уходе и я уже знал что я буду уходить но как порядочный человек я должен был доработать два месяца но вообще это закон причем тут моя порядочность мне сказали но надо же вводить кого-то вместо меня а у меня был приятель который вдруг стал бизнесменом и занимался продажей американских автомобилей у него была станция техобслуживания и как ну ну товарищ твой это я приходил я говорю это чё это попробуй и это были огромные красивые американские машины и я раз два дня приезжал в театр а я знал что я ухожу на этой машине и абсолютно скотски нельзя было этого делать так стоял рядом выходит как народные артисты чё юрка опять на новой машине да я не знаю брать или не брать по барахло чудо она мне как-то вот не зашла народный артист садился на жигули и уезжал а я стоял рядом с этой дорогущей на марке правда то было не моя ее в тот же вечер отдавал обратно а потом приезжал еще на одной то есть мне хотелось так уйти чтобы меня ничего не держало чтобы сказали ушел ну и слава богу потому что это огромный кусок моей жизни и моего сердца мне почти хотел сказать что меня прокляли и сказали вон отсюда это было очень просто выйти из театра у вас принято спрашивать про любимые фильмы книги вот вот считается что вы можете дать хорошую рекомендацию в каждом интервью а мы тем более вот эти библиотеки и я так прошлась посмотрела что здесь есть на бальзак и драйзер и марк твен вот марк твен один из ваших любимых давалов чехов пушкин давлатов жванецкий вот у меня например кандид вольтера который ко все к лучшему в этом лучшем из миров вот это та сатира которая вот мне кажется эталон и у вас вот есть какое-то произведение которое может быть даже неожиданно это не обязательно там война и мир или но достоевского вы говорите вы не то чтобы это то что вашего прям главная полка я понимаю всю грандиозность и масштаб этого писателя это не мой мир просто он тяжелый затягивающий этот мир глубокий но это не мой мир просто мне ближе конечно чехов пушкин мне лаконичные не декларирующие мысли писатели я должен с огромным прискорбием и стыдом саморазоблачающе сказать что как это жутко что в последнее время в моей жизни мало книг и много видео как у всех я много смотрю очень много смотрю в этом месте производственная какая-то наверно потребность и вы знаете это книги живут своей жизнью эти звуки по моему теодор драйзер отодвинул полку и спросил а я это конечно неблагодарное дело вот эти все классификации но если бы можно было вот выбрать пять обязательных книг к прочтению вот ваши рекомендации а как не разорваться между поэзии прозой дать прозу как это ни странно в рамках советской школьной программы было все очень неплохо продумано за исключением нескольких там запрещенных тогда идеологический имен хорошо если поэзию убрать я могу просто вы знаете этой рекомендации я не могу давать рекомендации я могу сказать какие книги вот 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 твоя маленькая полочка да да тебя у тебя маленькая сумка и тебе надо с собой взять не в электронном виде а несколько книг которые на бумаге из детских это легенда о булленшпигеле и ламе гудзаки об их доблестных и достославных деяниях во фландрии и в других краях по моему правильно сказал шарль де костер это хомингуэй с которым я попрощался в года 22 и когда ты еще не мужчина но очень хочешь им казаться ты читаешь хомингуэя где брутальность который ты переносишь на себя и хомингуэй ремарка чехов почти весь из драматургии будет шекспира островский он очень точный и очень легко играть и в нем время есть потрясающе особенно в 90-е годы когда купечество стала рифмоваться со словом новый русский это зарождающиеся купечество начинающих богатая широкая швыряющийся это очень просто точная литература гоголь обязательно обязательно мертвые души одна из моих самых любимых книг я ее пью а не читаю довлатова могу перечитывать бесконечно и я очень поздно открыл для себя толстого и даже в одной пьесе которую мы придумали с моими друзьями там я играю такого подвыпившего актера который спрашивает как вы не читали гамлета вы не читали гамлета старик как большинство интеллигентных людей в этой стране я не читал две вещи гамлета и войну и мир но я ее добил только когда моя дочка проходила это в школьной программе и это было такое упоение как вовремя открытый мир то есть полностью войну и мир я прочитал после сорока мне не стыдно об этом сказать память это вообще лечение ума это лечение но почему одним из важных моментов отодвигающих там деменцию и так далее и тому подобное является разгадывание кроссвордов это же вспоминание слов память надо читать и вспоминать ну это такая большая форма который надо реально подступиться юрий николаевич после 40 и подъехал к этому и не стесняется об этом сказать в школе только мир и и и по диагонали адаптированность а все же касается войны там тоже очень интересно любовь к пушкину появляется с тоже с возрастом потому что вот у нас на филфаке это казалось такой попсой заниматься пушкина брать пушкина все хотели постмодернизм брать джойс а вот именно с возрастом начинаешь понимать весь гений пушки меня пушкин всегда ошарашивает именно от этой прозрачности от этой кажущейся просто формулировок просто обескураживает я каждый раз как это может быть вот это главное мое ощущение от поэзии от литературы это вот восторг и удивление удивление ну как как это как можно используя подчас простые глагольные рифмы так плавно так просто так пронзительно и так ошарашивающе мудро и гениально передать чувство или историю для того чтобы почувствовать пушкина надо почитать поэтов его поры и понять что это человек который создал для тебя русский поэтический язык до пушкина говорили на другом русском языке также когда моцарта играли по белым клавишам а потом появилось много черных другой способ чувствовать музыку совсем а нот всего 7 все структурные особенности современного русского языка фактически изобрел пушкин то что раньше так не говорили на филфаке державина и сумарокова проходит только для того чтобы мы поняли весь гений пушкина также как нужно послушать музыку сальери и до очень хорошего кстати композиторы великого педагога не факт что имеющего отношения к смерти моцарта и композиторов моцартовской поры чтобы понять что это тоже бы пушкин музыки если говорить о великом кино что первое приходит вам на огни большого города чарли чаплин это будет форме на кукушкин гнездо перелетая на пролетая над гнездом кукушки третьим будет несколько фильмов сразу вкупе итальянского режиссера и торрес кола который называется мы так любили друг друга и балл и балл фильм называется балл обязательно будет данелия можно я назову режиссером обязательно будет два фильма михалкова это несколько дней жизни ивана ильича обломова и пять вечеров шукшин тарковского будет только иванова детства слушайте я очень люблю кино мне так тяжело называть вот я потом выхожу и проклинаю себя после этих интервью ты не бил ты не назвал две трети фильмов которые ты любишь на которых ты вырос но вот из последнего снегирь вы посмотрите какой фильм потрясающий посмотрите кого не спрошу никто не видел что за бред какое хорошее мужское кино честно вот то чего мне не хватает последнее время в нашем сказочном кинематографе но просто деньги сейчас на сказки дают час все сказками занимаются все сказки снимают а мне не хватает кота большого нормального глубокого традиционного для нашего кино исследования человека и того что происходит с ним вот и мне просто интересно сейчас когда вот типа старик надо сказки снимать это сейчас прет так надо сказки делать как вот снимут например незнайку так же как наверное всю жизнь снимают алиса в стране чудес это кто маленькие это дети или женщины маленькие или это особый мир какой-то особый мир ведь там любовь есть там есть любовь ну реально там история любви это же надо придумывать это что за мир это не ложится мне кажется на кино это ложится мультипликацию да абсолютно непонятно как это визуализировать киноязыком споткнется кто-нибудь или заодно хапнутый незнайку тоже заодно и незнайку осилят это вот то что меня несколько раздражает во-первых это безопасно во вторых это главное это не это попытка эксплуатировать на том что эту любовь передадут детям мы же на этом выросли это беспроигрышно не мы выросли не на этом ребят там было это рассказано другими средствами искусства про нашумевшие проекты слова пацана и мастера маргарита крайне неудобно мне говорить я не смотрел пока мастера и маргарита я хочу пойти в кинотеатр у меня просто нет времени поверьте я обязательно посмотрю поэтому говорить в том ключе я конечно не видел но заранее могу сказать я не имею права а слова пацана а слова пацана я посмотрел вот так вот как выцеживали его вот это по одной серии вот так я и смотрел да это мощный очень проект крутого режиссера потому что я очень высоко ставлю горько я считаю что для своего времени это была очень крутая комедия очень крутой фильм и кстати не согласен со многими что горько 2 сильно мне и горько 2 зашло я предвидел там какие-то опасности когда смотрел этот фильм вот я боялся а не не станет ли это когда я вот помню дочки покупал школьные тетрадки это было время фильма бригада когда на школьных тетрадях были персонажи отпечатаны из бригады то есть ну то есть бандиты в этой любви есть огромная опасность а когда любит мальчишка которому 12 13 лет но я боялся что не не начнется ли это таким поветрием что они все сделали чтобы не началось слава богу это не сработало это мое опасение ушло там есть правда и там есть время можно спорить о чем угодно по поводу этого фильма но там есть очень важные вещи там очень точно передано время и они очень честно рассказана история они играют все очень честно и по-настоящему я был абсолютно спокоен за моего любимого ивана янковского который обожаю а дальше я подумал что мне кажется я бы очень надеюсь что жора крыжовников объяснил молодым артистам что на них может свалиться такая слава очень большая слава и как на слабый молодой ум чтобы с этим справился потому что есть примеры что не очень справляется вы про коллагривы я просто говорю есть примеры так бывает по себе знаю а кстати кто из молодых артистов сыгравших в слове пацана вот вас впечатлил именно игрой актерской независимо от того что потом там говорилось либо для меня и янковский коллагривы оба сыграли блестяще все что честно все равно ты еще всегда ответы в себе ну и такая простая формулировка шнея придумал это дедушка константин сергей штаниславский это вся система в одной фразе как я только я и никто кроме меня действовал бы в этих обстоятельствах которые мне предложил и написал автор и только отталкиваясь от этого ты приходишь к тому что ты играешь но основа всегда ты нет я другого инструмента только твоя память твоя биография твои переживания твои эмоции твои любовь и твои нелюбови а дальше уже ремесло с помощью которого ты это передаешь вот у вас сейчас и одна творческая удача за другой после вампиров артист большой дороги мне очень понравились первые две серии не знаю что там будет дальше но пока все очень выглядит симпатично и вот этого материала качественного стало много именно вот в последние годы на платформах на платформах илья олейников не дожил до этого времени потому что на самом деле вот из нас двоих для кинота предназначен предрасположен и рожден был он у меня так жизнь сложилась вот он умер в двенадцатом году уже не молодым совсем там человеком по психофизике по такой сосредоточенности по умению хоть если хотите держать крупный план который очень ценит кино потому что у него была одна уникальная эта особенность которая была физиологической особенностью и результатом там перенесенной болезни в детстве и стала неотъемлемой частью его характера и его имиджа это вот этот тик это нерв был заслужен тахарея это было детское заболевание у него этот тик отсюда он иногда становился меньше в кадре иногда больше но это все вот вместе создавало такой для меня почти жангобеновский типаж такого не очень выразительного не очень бросающего блестки и разбрасывающиеся красками внешними человек который очень весь такой внутри и еще он был похож на очень многих он национально он был похож на очень очень много типажей как бы внутри он мог играть азербайджанцев иранцев армян евреев украинцев ру кого угодно русских при этом ничего не делал вот мне кажется что всей своей психофизикой биографии выразителями своими талантом нутром всем чем угодно он человек рожденный для кино но не было еще этого кино не случилось потому что материала не было вот не дожил вот время не пришло а сейчас может он бы и играл они я вампирах средней полосы глава клана целого семейства и вроде сутуловатый был бы моргающий в обус играл да не ну он потрясающий актер я чем больше время проходит тем больше я возможности были другие вот он не дожил до возможности где бы было востребовано вот все то лучшее в нем и именно кино было бы востребовано неважно там сериалами платформами я его вижу и чем больше проходит время с момента его ухода тем больше я понимаю блин как обидно потому что там в нем уже было это все видно вот как мой однокурсник витька сухоруков вот он поступил театральный институт да вот какой был пусть там не отесанный но вот он был для меня человеческий вот он был готовый артист вот по судьбе по всему вот такой шукшиновский балабановский да в результате балабановский да ему нужен был театральный институт но мы выученные артисты нам все объяснили по эту профессию а ведь вот так чуть-чуть огранили так найти все вот 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 в этой вылюхе было это ужасно обидно ужасно все подлежит сомнению кроме того что мы умрем скажем однажды мы можем обсуждать вот все что угодно и предметом дискуссии согласия несогласия но практически любая тема может быть из всего о чем мы сегодня говорили ну кроме одного но мы действительно умрем мы не знаем других примеров это данность это божий промысел это закон артист должен умно чувствовать потому что наши дураки актеры столько надекларировали в плохих и хороших интервью что каждый раз мне хочется сказать иди домой возьми текст роли учи слова дело их своими и мире людей помните эти свои слова да да я как-то очень немножко я здесь как-то получающий назидательный такой вообще это было время когда артисты стали очень много говорить там у теории заговора всяких каких-то вещах и очень много говорить о политике я получаю огромное количество проклятий на тему того что на самом деле я трус что вы ни о чем не говорите особенно поразительно что больше всего из моего города в котором я вырос из одессы ну да конечно это цитата давние до 20 года да очень давние ну да это моя позиция и она не связана с тем что я нашел себе удобную сытую нишу во времени построил себе такое красивое витиеватое оправдание сказанное с искренним взглядом нет это история о том что за свои слова надо нести ответ конечно бог подарил нам уникальную профессию абсолютно не смешно слушать требовать от артиста декларативности то есть уникальные совершенно инструменты профессия неужели в том что кого бы ты не играл ну конечно в этом должен быть пилотаж неужели все таки не виден человек вот кого бы ты не играл артиста с большой дороги женщину старика дедушку бабушку неважно неужели все таки зритель не чувствует какой ты про что ты для чего ты о чем ты неужели обязательно надо появиться в интернете и сказать объяснить словами я за это я против время французская революция этого требовала октябрьская революция этого требовал от людей скажи с кем ты с какой стороны я с хорошими людьми я за то чтобы мирить почему от меня надо этого требовать это моя позиция она очень давняя я своим делом могу принести больше пользы тем что я умею тем что какое-то количество людей просто скажет клёво мне понравилось хорошая история добрая чем я обнажу свою там некую позицию это ценнее будет да почему почему плаха обязательно нужно либо плаха либо на знамя почему я таким был я не меня ничего не изменилось я не подстроился под время я не мысли себя вне моей профессии и внутри нее я хочу об этом говорить но я отвечаю за что-то такое что я может быть чуть-чуть умею делать лучше чем другие вот за это я тоже ответственный я не могу это вышвырнуть и я не могу этим пожертвовать я это слишком люблю мне это слишком трудно досталось ах как хочется вернуться ах как хочется ворваться в городок на нашу улицу в три дома где все просто и знакомо на денек и и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok